Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Токсикул. ФБР на связи, как видите, я вещаюсь с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канал в поддержку харьковчанинга. Готовьте чаюху, ляля кебаб, и мы стартуем. Реди, стади, го, погнали! Сегодня, ребятки, у нас непростая ситуация, поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу. Ребята, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас недоброе утро, но тем не менее я с вами и могу рассказать вам обстановку. В целом, какая обстановка на сегодняшний день в городе Харькове. Давайте начнем с того, что как прошла ночь. Ночь прошла так, что я, ребят, несколько раз вздрагивал, просто вздрагивал с кровати от того, какие были мощнейшие взрывы и мощнейшие были прилеты. Прилеты были кабами по Купенску, по Боровой, по, собственно говоря, Богодуховскому району, Купенский район, чтобы вы понимали. Это вот там вот происходили взрывы бомб. Это вот скажите мне, пожалуйста, ребята, это какие там бомбы, это какие там бомбы размеры, что так все взрывалось? Я вам покажу последствия этих взрывов, да, собственно говоря, с места событий вот здесь вот поставляю вам, чтобы вы понимали, как эти бомбы разносят, как это все влияет, да, на жилую инфраструктуру. И как, если здесь я вздрагивал, ребят, с кровати, как там бедные люди, вы вообще представляете, как они переживали эту ночь? Это кошмар, ребят. Если в городе, в самом городе Харькове, тьфу-тьфу-тьфу, прилетов не было, то в области, в области, ребятки, прилеты день ото дня, такое впечатление, что бесконечные. Прилетают взрывы, взрывы. Естественно, люди эвакуируются, да им уже и говорили, что нужно эвакуироваться, не сидите там до последнего, потому что, я же говорю, там пооставались уже просто очертания этих хат, очертания домов, чтобы вы понимали. Ну, фундамент. Я видел просто вживую эти дома, чтобы вы понимали. Фундамент. И кусочек угла где-то остался, стены. Все, так дома нет. Что двухэтажный, что одноэтажный. Если он двухэтажный, еще хоть какие-то части, может, стена осталась где-то. Если одноэтажный, там, как правило, уже вообще ничего нету разнесено. И люди живут, естественно, в погребах, в каких-то сарайчиках, может, гараж какой-то уцелел. Вот, живут там. Естественно, люди сейчас неохотно хотят выезжать, потому что проблемы и с ВПО, раньше можно было его проще оформить, и тем более с работой, и так же самое, где найти жилье. Его-то, конечно, дают, но люди, как ни крути, все мы люди, и люди привыкли к какому-то определенному комфорту, ребят, к жизни, да, даже к своей. Даже вот пусть как я живу в бедной хате, да, я не с богатой семьей, как говорится, всю жизнь, как моя бабушка, Царство Небесное, говорила, всю жизнь мы живем в нищете. Но, тем не менее, ребят, тем не менее, хоть и всю жизнь живем в нищете, это родной дом, понимаете? Это родной дом, который строила еще моя прабабушка, мой дедушка. Жили здесь землянки и строили дом на кукурузном поле бывшем. Вот, и отсюда, здесь все пропитано вот этими фибрами души, понимаете, ребят, все родное. Не хочется, конечно же, уезжать ни в какую. Поэтому я понимаю свою маму, я ей тоже недавно говорил, вы говорите, Саша, поговори со своей мамой, может, стоит все-таки выехать? Потому что люди, вот у нас подписчики из Киева выезжают, из других городов, где менее, как говорится, громко. И они в шоке, почему я сижу здесь до сих пор, почему я не уехал. Но одна из, ребят, из причин, это животные, помимо того, что мама, животные, я же не могу бросить их всех. Плюс пенсионерке я помогаю, вы знаете, ребят, которую дочка бросила, уехала. Вот, я же не могу всех бросить. Плюс куда вот дед Зевса, куда дед всех этих котов, рыбок, черепах, попугаев, у нас, вы знаете, целый мини-зоопарк. Вы говорили, оставь где-то в приюте, но, ребят, оставить в приюте, это не то, вы сами понимаете. Это, считай, что тюрьма для этих животных, для бедненьких. Им нужно, чтобы ты дарил часть любви и беспокоился о них. Ребят, вы сами, наверное, видели в прошлых видео, что с нашим шариком произошло. Сейчас мы с вами поедем в ветеринарную больницу, клинику, повезем, посмотрим, что нам скажут врачи. Правильно вы говорили, Саша, съезди. Вот я съездил, вы посмотрите, как я съездил, ребят. И сразу по возможности поддерживайте донатом, потому что, вы сами знаете, лечение сейчас не дешевое. Котов, и, собственно говоря, вы знаете, мы лечили уже Багиру. Все это, как говорится, все это денежки, ребят. Карточки, приват, монобанк, пайпал, мультивалютная ссылка для донатов. В закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать абсолютно с любой страны, в любой валюте, ребят. Донаты можно кидать в любой валюте. Заходите также на вечерний стрим, на прямую трансляцию, не забывайте. Пообщаемся вживую. Ну а сейчас, ребят, собираемся и давайте поедем, съездим в ветеринарку. Посмотрите, как заодно обстановка в городе. Даже с глаза как кровь пошла, что-то такое. Сейчас буду везти. Ребятки, идем мы с шариком. В корзинке, вон, на базаре. Бедненького жалко, капец. Смотрите, зайчик сидит, наш. Клык, ребята, это вот ветклиника. Переживаю, капец. Пятки отдал кота. Вкололи ему укол какой-то, я так думаю, что обезболивающее, наверное, или снотворное, не знаю. Сказали, что у него там абсцесс серьезнейший. Надо чистить, буду делать операцию. Вот, чтобы я часик погулял, чтобы не стоял там. Спасибо огромное врачам. Не знаю, конечно, сколько это денег вылиться. Мне даже тяжело представлять и страшно, но тем не менее. Будем надеяться на лучшее. Говорит, может и кастрировать его сразу. Я говорю, да не, не надо. Как-то жалко, не знаю, сколько он не кастрированный. Как-то так. Напишите, может действительно надо было сразу кастрировать. Ребятки, бегу. Бегу. Сказали, что можно идти котика нашего шарика забирать. Сказал врач. Переживаю, капец. Ой-ой-ой. Как тебе запрошу, это кулять я, блядь, дам упал. Порегизировали. Что этот самый? Как он там, бедненький? Предлагали и кастрировать, но я думаю, он не вытянет, ребят. Сразу и кастрации, и всего. Не вытянет. Все сразу. Для него это будет тяжело. На цене, кстати. Горьбочки. А и денег. Я даже не представляю, сколько это денег идет. Не забывайте поддерживать доната. Ссылки на донат закреплены в комментарии. На лечение нашего шарика, на корм животным, на бензин для инвертора. Практически уже прибежали. Этот час казался вечностью. Прошло, на самом деле, даже меньше, чем час, чуть-чуть. Но, тем не менее, я переживал. Капец, ребят. Время тянется, знаете, в такие моменты, как долго. Шарик, мы уже на воле. Там, не знаю, можно такое показывать, нельзя, ребят. Ну, короче, там операция была серьезнейшая. Вон он сидит там, пеняжка. Разрезали, удалили, ребят, два зуба ему, чтобы вы понимали. Быстренько скажу, ребят, разрезали, два зуба удалили. Буду я ему промывать эту рану, закладывать туда специальную мазь. Плюс еще уколы. В общем, дома все расскажу. Сейчас побежал в аптеку скупляться. Ребятки дали список. Бегу в аптеку. Ребятки, аптека. Сейчас буду скупляться нашему шарику. Соберут, ребятки. Целый список тут. Мои дома. Бедненький. Сейчас. Сейчас распакую шарика, ребят. И сразу на улицу нобки, видите, такие. Покажись. Короче, вы поняли, ребят. Шарик, не убегай. Ты никуда не убежишь. Ты будешь тут. Вот так вроде бы. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТОКСИКУЛ-21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.